Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ароматах для Нового Года. Сразу хочу сказать, я сделала такую небольшую подборку. Это примерно те ароматы, которые я планирую носить на этот праздник, на Новый Год. Какой-то выбрать один или может быть два. Но, честно говоря, у меня постоянно все меняется. Все так получается немножко эмоционально. То есть я могу сейчас выбрать один аромат, а прям вот непосредственно перед Новым Годом открыть шкаф и взять вообще-то совершенно какой-то другой. Поэтому все еще может сто раз поменяться. Но вот пока есть настрой, настрой записать такое праздничное видео, я записываю. Я подобрала вот эти ароматы для вас. И также я хочу вспомнить, насколько хватает моей памяти, в каких ароматах я встречала предыдущие праздники Нового Года. Ярко помню праздник Нового Года, когда мне было 9 лет. О, 9 лет. Не 9 лет. Я училась в 9 классе. Не 9 лет мне было. И я носила аромат дюна. Дюна от Кристиан Диор. Он тоже был у меня тогда в туалетной воде. И я помню, мы с подругой собирались идти куда-то на дискотеку. Она пришла ко мне в гости. Мы встретили Новый Год с родителями. Ну, само торжество. А потом мы с ней пошли на эту дискотеку. Я помню, носила вот этот аромат. У нас с мамой был такой... У мамы. Не у нас, а у мамы. Был набор в таком красивом желтом, как чемоданчике дюны. Там все так написано было, с золотой такой эмблемкой. Очень красиво. На бархатной такой подушке лежали три флакона. Туалетная вода, гель для душа и крем для тела. Я помню, все вот это вот использовала, надушилась. Шлейф, наверное, был грандиозный. Я запомнила этот Новый Год. Помню, мы с ней сходили на эту дискотеку. Было там так скучно. Я вернулась домой. А дома было очень здорово. Были родители, все танцевали, гости. И сто раз было веселей. Вот я запомнила вот тот Новый Год и что я была вот в этом аромате. Дальше вот так четко не помню совершенно. Что касается, когда я приехала, когда мы приехали в Сидней. Первый Новый Год в Сидней я встречала в аромате Flower Bomb от Victor & Ralph. У меня было вообще два флакона Flower Bomb. Я очень любила этот аромат. И он вот очень подходил мне тогда. Ну вот мы только переехали, такие перемены, новые ощущения. Первый Новый Год вообще без снега, без зимы, без вообще. Ну, все по-другому. Я помню этот Новый Год в этом аромате Flower Bomb. Кружились, танцевали. Приятно. Было приятно. Дальше опять не помню. И потом помню один Новый Год. Мы встречали уже с друзьями, с которыми познакомились уже в Сидней. Сдружились, все. И вот встречала я Новый Год в этом аромате. Это Mikalef Royal Rose Wood. Вот такой красивый. Я помню, у меня было длинное шелковое платье красное. Я вообще люблю Новый Год с красным акцентом каким-то встречать. Будь то макияж, будь то какие-то платья, аксессуары. Не знаю, красные. Ну, красные я вообще люблю этот цвет. Но вот он у меня как-то так. На good luck, знаете, на удачу. И вот этот вот аромат, он как нельзя лучше подходил тогда, помню, к моему настроению. Здесь роза и удовые ноты. Удовые ноты я не очень люблю в ароматах. Но в этом люблю. Он такой, ну, он роскошный. Это роскошная роза, скрашенная удом. То есть роза здесь, конечно, лидирует. Роза насыщенная, бархатистая, такая вот прям настоящая, громкая, как я. И люблю. Вот такой аромат. Дальше был Новый Год, который я встречала вот в этом аромате. Это Serge Lutens Unbois Vanille. Мне муж его подарил на Новый Год. И на следующий уже Новый Год я себе купила еще один флакон и уже встречала в нем. Вот он у меня ассоциируется, да, четко с новогодними праздниками. И вот с этой неделью, неделей после Нового Года, когда ты отдыхаешь, в общем-то, ничего не надо делать. Ну, все, наверное, ну, кто не знает, я еще раз повторюсь, Unbois Vanille это вообще одна из самых моих любимых ванильных композиций. Ваниль здесь такая необычная, очень древесная, такая с дымком, со специями, с какими-то фруктовыми нотами. Бесподобный, бесподобный, такой немножко шероховатый, шершавый аромат. Но вот на лето я его очень люблю. Хотя зимой, я думаю, что он тоже будет прекрасно. И вот тот год предыдущий я встречала в Eau Premier от Chanel, номер 5 Eau Premier. Он для меня, да, аромат праздничный, аромат, да, ты пьешь шампанское, вот что-то такое в нем есть. Как бы он пузырится, он пузырится, но красивый. Он красивый, он, если нет ощущения праздника, ну там что-то грустного или еще что-то, знаешь, такая вот бывает меланхолия предпраздничная, он всегда поднимает настроение. Вот в том году я встречала Новый год в нем. И поговорим на планы в этом году. Я покажу вам много ароматов, но выберут, конечно, потом один. Ну, поехали. Первый, я покажу вам ароматы такие вот прям необычные, насыщенные, яркие. Первый мой вариант, как бы, почему нет, это Chic Shake номер 30. Вот такой вот это арабская парфюмерия, прекрасный флакон. И он для меня, он праздничный, он праздничный, я его не ношу каждый день, а вот что-то такое особенное на выход, на какое-то мероприятие. Ну, а Новый год, чем не выход, чем не праздник, вот я думаю, он бы очень подошел. В тепле, в жаре он раскрывается вообще роскошно, роскошно розой, фруктами, какими-то кислыми нотами. Красивый, красивый такой, красиво обыгранный восток. Следующий аромат это Браунда от Носомата, но это такая пьяная вечеринка, виски, вкусная еда, какие-то шоколадные десерты, специи. Ну, обычно Новый год он такой и есть, веселый праздник. Я в этом аромате справляла свой день рождения, и да, для вечеринок он очень хорош, очень такой заводной, веселый, с ним хорошо. Он хороший компаньон на вечер. Далее, далее я думаю Коко Нуар. Коко Нуар для меня это, знаете, тоже смотря, что я одену. Если я одену что-то такое строгое, может быть бархатное, может бархатный жакетик, какие-то интересные аксессуары, то да, Коко Нуар это, ну, это тему. И аромат элегантный, но тоже время такой хищный, как сказать-то, хищный, роскошный, такой вот прям притягивающий, самодостаточный. Да, в нем очень комфортно, в нем чувствуешь себя вот прекрасно, чувствуешь себя прекрасно. Коко Нуар на Новый год тоже хорошая такая опция. Следующий, еще один аромат от Миколев, я уже показала, в котором я была когда-то, Royal Rose Wood, это Royal Mask. Royal Mask это королевский мускус, я хочу вам сказать, что сейчас уже изменился дизайн флакона, они такие квадратные, с таким тут наполнением золотистых камушков. У меня еще вот в старом дизайне, мне он очень нравится. Он, в нем тоже очень комфортно, и он очень красиво шлейфит. Он шлейфит, знаете, больше, ну, для вас, но Новый год такой семейный праздник, вряд ли будет много там народу, еще что-то. Поэтому в кругу семьи, только-только с близкими, да, он пойдет как ни один другой. Кстати, ну, для меня это один из самых лучших мускусных ароматов. Он вот, ну, королевский, действительно королевский мускус, такой кружевной, пушистый, невероятно женственный. Прекрасный, прекрасный мускус. Следующий аромат тоже будет от бренда Mikalif, но это такая у меня тема, я не знаю, наверное, Новый год я в нем встречать все-таки не буду, но если у кого-то из вас есть, мне кажется, это тоже хорошая опция. Ну, не знаю, может быть и буду, мне он безумно нравится. Это Ilan Can Gold с золотыми частицами, он сам по себе уже аромат праздника, аромат веселья, аромат чего-то такого вот волшебства. Ну, по-моему, это идеальный вариант, кстати, может быть, я его и нанесу. Для меня это, да, для меня это вот какая-то сладость, ванильная, немножко с кокосовым таким привкусом, немножко какие-то десерты, экзотические фрукты. Хороший, очень хороший, немножко кремовый аромат. Очень стойкий, шлейфовый. У меня есть подруга, мы справляли вместе Новый год, она была в этом аромате, и мы справляли у них дома, у них дома бассейн, и вот у бассейна он, у воды он вообще просто великолепно раскрывается. Так что если вы планируете поехать куда-то на юг, куда-то где море, где тепло, то этот аромат будет очень кстати. Дальше покажу вам свою редкость. Александр Макуин Киндом. Вот такой у меня флакон. Здесь у меня ровно половина. Я его берегу, как зенец ока, просто как коршун над ним. Никому не даю пробовать. Поэтому я бы хотела бы нанести его на Новый год, потому что он такой особенный, он невероятно красивый. Это уже снятость. Купить его еще раз я, наверное, не смогу, потому что это безумных денег он сейчас стоит. Но вот на особенные праздники почему бы его не одеть. Это красивый ревень, это красивая роза. Аромат такой немножечко алкогольный, ну, на мне. Великолепный, великолепный. И он, знаете, он, в нем есть такая деталь, он не похож вообще ни на какие другие ароматы. Он немножко так плавится на коже, видоизменяется красиво. Жаль, жаль, что его сняли, очень жаль. Вот хочу надеть его на Новый год. Кстати, он красный, и вполне возможно это и будет моим выбором. Следующий аромат, я его сейчас разнашиваю, и я просто в него влюблена. Гардения от Шанель. Это мне привезла подруга, передала подарок. Тут остаток во флаконе. Я хотела его давно, я уже говорила, вы знаете. Невероятно красивая Гардения. Вообще такой аромат бело-цветочный. Здесь помимо Гардении и туберозу, я слышу, и жасмин, и лилию. Он бесподобный. Знаете, он, смотря в каком вы, вот, например, дома в кондиционере, когда у нас кондиционер работает, жарко, мы включаем, он раскрывается более колко. Немножечко так, более хищно, что ли. Типа Датура Нуар. Ну, совсем, конечно, это разная история, но может выпустить коготки. А когда я в нем на улице выхожу в жару, во влажный воздух, он вот становится таким кремовым, обволакивающим. Такое вот, прям, знаете, как самое вкусное такое мороженое, сливочное. Если вот вы едите где-то в жаре, где-то в море. Вот как, ой, бесподобно. Бесподобно. Так что, да, я сейчас упиваюсь этой Гардении, мне она очень нравится, поэтому вполне вероятно, это будет моим выбором на Новый год. Дальше. Еще один аромат, который мне очень-очень нравится. Линтердит от Дживанши. Мне подруга передала вот такой вот тестер на 10 миллилитров. Посмотрите, какой симпатичный. Я уже показывала его в подарках. И вот он чем-то, ну, совсем чуть-чуть напоминает мне вот этот аромат Гардения. Этот более такой резкий и более, немножечко другой в базе, конечно, более громкий, более виноградный. Я в этом аромате Линтердит чувствую вот реально забродившее красное вино. Красное вино, виноград такой красный. Вы вот где-то на юге сидите и пьете вот это домашнее красное ароматное вкусное вино. Ягодно, ягодно, виноградное. Даже вот не только виноград, еще и ягоды здесь какие-то есть. Ну и тубероза. Тубероза тоже я здесь слышу, но вот больше почему-то виноградных. Но красавец. Красавец, красавец, красавец. Поэтому я его в любом случае, если даже мы куда-то поедем, я его возьму, положу в сумочку и, может быть, буду наслаивать. Потому что он хорошо очень, кстати, дружит с какими-то другими ароматами. Он лидер, когда вы носите его сам по себе. Но если вы его наслаиваете на что-то, он красиво звучит. И еще одна ваниль. Я говорила про свою любимую Энбуа ванил от Lutans. И еще одна ваниль, которая называется Fleur. У меня есть ваниль Марин и ваниль Fleur от Mikoliv. Вот Fleur я ношу крайне редко, но вот в последнее время достаю и ту, и другую, периодически наношу. И не думая, почему я так их редко надеваю. Это красивая ваниль с цветами. Вот знаете, удивительно, как они сделали эту коллекцию ванильных ароматов бренд Mikoliv. У них есть кожаная ваниль, есть цветочная ваниль, есть морская ваниль. И вот цветочная ваниль, знаете, смешать ваниль с цветами, и чтобы слышался очень ярко цветочный букет и ваниль, это так заманчиво. Заманчиво. Заманчиво, и мне определенно это очень нравится. Аромат хороший. Хороший, такой необычный. Знаете, я сейчас его вдыхаю. Чем-то он мне почему-то сейчас напомнил ауру. Не знаю почему. Аура, кстати, я что-то ее не достала. Ну, аура тоже может быть шикарным новогодним ароматом. Следующий. Все. Следующий аромат. Тоже достала. Иногда достаю, иногда наношу. Это Juliette Hazegan Inada Oud. Я говорила, что я удовые ароматы не особо люблю. Но вот у меня есть уды от Mikoliv. И вот этот Inada Oud от бренда Juliette Hazegan. Мне он очень нравится. У меня вот в таком вот ролике. Нет, это не ролик, это со спреем. Хватает мне вот буквально двух пшиков. Один, например, сюда и другой вот сюда за волосы. Все. Больше не надо. Он интересный. Уд здесь такой немножко йодовый. С примесью фруктов, малины. Какой-то, знаете, тропический уд, если можно назвать, да? Такой иссушенный под тропическим солнцем вот этот вот кусок. Дерево, древесины. Очень, очень красиво звучит. Вот прям, если любите уд, если вдруг не знаете этот аромат, я вам рекомендовала бы его понюхать, нанести, попробовать. Аромат вот очень такой густой, насыщенный, колючий, пробивной. Я когда в нем хожу, все его замечают. Ну, мало кому он, честно говоря, нравится, но я себя в нем чувствую просто так вот прям хорошо. И вот, мне кажется, на Новый год, почему нет, можно одеть. Прикольно. Джульет Хазыган и надо Уд. Интересный такой вариант. И последний, заключительный аромат, который я хотела вам показать. У меня по-прежнему есть вот этот набор от Hermes, с четырьмя ароматами Hermes. И, конечно же, самый новогодний аромат, который только есть. У меня он не у одной ассоциируется с Новым годом, у многих. Это Eau de Marveille. Вот такая прелесть. Это мандаринки, это хвоя, это, ну, это елочка. Это елочка, это детство, это огоньки. Не знаю, то ли вот потому, что у них рекламная кампания такая была новогодняя, я помню. Вот этот вот флакон, и она такая там у елки девочка в белом в чем-то. Ну, вот он четко у меня ассоциируется с этим праздником. И здесь еще такие красивые снежинки. Вот. Я хотела его в том году себе очень приобрести, но, как всегда, знаете, у меня разброс. Разброс дикий. И второй аромат тоже от Hermes, который, мне кажется, подошел бы на Новый год, это... Это сады. Jours d'Hermes. Jours d'Hermes, Jours. Это, наверное, нет. Jours d'Hermes это сад, а Jours это Jours d'Hermes. Короче, вот такой аромат. Мне он очень нравится. Для меня это один из самых таких элегантных ароматов вообще, которые я когда-либо слышала. Благородный, элегантный, утонченный, женственный, невызывающий. Как-то вот он вас дополняет, но не бежит впереди вас. Очень красивый. Очень красивый аромат. Вот такой был обзор. Пишите, в чем вы хотите справлять этот прекрасный праздник. Я вот хочу справлять в этих ароматах. По поводу одежды я уже сказала, да, наверное, что-то будет. Я еще... У меня такая есть традиция справлять в чем-то новом. То, что пусть это будет там, я купила вот мне вот недавно, но то, что я ни разу не одевала. Это вот тоже мне приносит удачу. Что-то новое, что-то красное. Ну что, что еще? Пусть это будут даже сережки, я вам тут достала. У меня есть такие новые серьги. Хотела вам показать. Вот такие вот. Такие вот перышки. Я их еще никогда не одевала. Посмотрите, какие они красивые. Ну не знаю, короче, это так. Мысли вслух. Мысли вслух. Дневники радиозвездульки. Помните были? Все. На этом уже все. С наступающими вас праздниками. Подготовка это всегда очень приятно. Выбор аромата это еще приятнее. Так что ура. Пишите. Пишите, какие вы планируете ароматы приобрести себе. Или в чем планируете встречать Новый год. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok